БИБЛИЯ ГОВОРИТ Мы приглашаем вас поучаствовать в благодоварительном марафоне в поддержку служения Слово Благодати. Алексей Алексеевич, вопрос звучит таким образом. Будет ли Бог судить человека за мысли? Если известна такая пословица или поговорка, что мы не можем запретить птицам летать над нашей головой, но можем запретить им вить гнезда на голове. Эти слова приписывает Спержену, что он когда-то говорил так относительно мыслей, которые могут пролететь в нашем сознании. И он говорил о том, что те мысли, на которых мы останавливаемся, которых мы задерживаемся, вот эти мысли, они и определяют, кто мы, они определяют в большую степень наш внутренний мир, создают нашу атмосферу и так далее. И поэтому он говорил, что если у вас возникла какая-то хульная мысль и что-то плохое, то если вы отгоните и переключитесь на что-то другое, то это не ваша мысль, это не то, что вы думаете. И поэтому не стоит себя слишком сильно судить за это дело. Вот скорее всего вот в таком контексте вот эта фраза и возникла. Ну, давай вернемся к мыслям и к тому, что говорит Библия об этом. Мысли — это очень важная часть человеческой личности. Когда мы говорим о грехе, то грех — это прежде всего действие личности. Вот посмотри, если мы касаемся или соприкасаемся с каким-то грехом человека, грех человека рождается внутри, в сердце. Иисус Христос когда-то говорил, «извнутрь, из сердца исходит». И что дальше? Злые помыслы, злоба, всякие разные формы неверного отношения, плохого отношения к людям и так далее. Действие — это только воплощение этого. Если мы посмотрим, даже в Ветхом Завете были разные законы относительно или наказания относительно того человека, который убил преднамеренно, то есть с намерением убить, и который убил по ошибке. То есть и в одном, и в другом случае человек убил. Только в одном он был неосторожен, топор не соединил, топорище достаточно крепко не насадил, и оно слетело и кого-то убило. То есть это неосторожность. И там было меньшее наказание. А вот преднамеренное убийство, значит, мысли играют большую роль в Божьей системе ценностей. Кроме того, в Послании к евреям, 4 главе, 12 глава написано о том, что Слово Божие, оно проникает до разделения души и духа, и дальше, скажем, судит намерение и помышление сердечное. То есть, значит, помышления играют роль. Теперь, если мы посмотрим на то, что Иисус Христос говорит о том, как человек имеет взаимоотношения с разными людьми, и он ссылается на закон и говорит, вы слышали, что скажу на древнем непрелюбодействии, непрелюбодействия, а я говорю, кто даже посмотрит с вожделением, то есть речью это в внутреннем процессе, уже прелюбодействовал. То есть человек не совершил фактического прелюбодеяния, но Христос говорит, если он мыслями своими фокусировался или же позволил похоти своей пылать, то он уже виновен в грехе прелюбодеяния. Вот по этой причине, когда мы говорим о мыслях, мысли, конечно же, это важная часть духовной жизни. И вот почему Писание говорит, филиппийцам 4 глава, 8 стих, апостолу говорит о том, что только чисто, что честно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. То есть мысли – это очень важный внутренний мир. Апостол Павел в послании к римлянам, 12 глава, говорит, «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Речь идет о мыслях, то же самое. То есть мысли – это очень важная часть нашей жизни. И поэтому нам прежде всего нужно ходить перед Богом в своем внутреннем человеке. Прежде всего. Вот почему, когда мы читаем плод Духа, это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, кротость, воздержание, на таковых нет законов. То есть речь идет о том, что человек, вот все эти качества – это внутренний мир. Это внутренний мир, это мысли, это чувства, это реакции, это отношения. И вот поэтому мы и ходим перед Богом прежде всего в своем внутреннем мире. Он более важен, чем наши поступки. Более важен. Здесь, правда, одна такая очень важная деталь связана с этим. Поступки мы видим, мысли не можем. И поэтому нам очень трудно судить. Нам очень трудно знать все лабиринты души. Нам очень трудно понимать все обстоятельства, которые привели к тому или иному действию, или даже к той или иной реакции человека. Но каждый человек сам перед Богом, он должен искать этого, он должен идти к Господу, вот такой, какой он есть, для того, чтобы позволить Божьему свету просветить нас внутри. И чтобы позволить этому свету поставить все на свое место. Часто это занимает время. Здесь нужно добавить еще одну вещь, что в связи с тем, как вот эта пословица или вот это высказывание спержено, возможно, в процессе борьбы у человека могут возникать какие-то мысли. Иногда это гиперчувствительность. Иногда люди просто склонны к тому, чтобы по-английски говорят overthink. Вот, то есть они слишком зацикливаются на каких-то вещах. Вот, и здесь нужно отделить эти вещи. Вот есть true intent, то есть есть истинное намерение человека, которое рождается внутри. И есть что-то, что возникает от, знаешь, возбужденных чувств. Вот, вот как микрофон возбуждается. Вот так вот бывает, что-то возбуждается, но ты посмотришь внутри, и ты увидишь, что в действительности человек другой. Он другого ищет, он просто где-то прореагировал не так, и на него что-то надавило, он сильнее. И потом он сам сожалеет об этом, он сам понимает, что это совсем не так. То есть вот здесь вот каждому из нас нужно ходить перед Господом и позволить Божьему Слову и Его Духу нас освящать и приносить мир. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. И беречь себя от суждения других. Это прерогатива Бога. Обязательно. Потому что мы здесь можем столько нагрешить, не зная души человека. Спасибо, Алексей Алексеевич. Дорогие, благодарность вам, что были сегодня с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь с другими, пусть Божья истина и достигает их. Храни вас Господь. Не забудьте поучаствовать в марафоне. Ваша поддержка очень важна для нас. Ссылка в описании к видео. Субтитры сделал DimaTorzok